хотя бы вам сейчас рассказать о своих успехах на сервере сирус 80 уровень 177 гирскор задался вопросом фарма голды в общем вот как я фармил голду вот в этом месте я скиню тут бестов и распыляю с них шмот то что с них очень часто шмот падает у меня по сути 350 наложение чары это если что вам с головой хватит чтоб шмотки тут распылять тут вообще 325 вроде нужен ну 350 может англии фиолетовых то есть вы из данжей сможете распылять из низкого уровня из open world из мобов сможете распылять то есть он для этого вот 350 наложение черную жену снятия шкуру мне 450 конечно то есть у меня как бы безотходное производство шкурки продаю и шмотки распыляю но не все по моему если шмотка там больше 10 голды вен дарится то вроде как нет смысла распылять а вот соответственно у нас бесты тут на поверхности их и дофига ну и конкуренции почти нет тут редко кто на варда может сардой придется подраться это так иногда вот видите только никого нет может после этого видоса больше людей будет еще очень важный спорта вот тут просто тут а ну барские вот эти вот владыки и там дальше внизу тоже мобы с них падает нерубский хитин вот он дорогой то есть он дороже чем борисская кожа даже получается вот нерубский хитин дорогой вот принципе это топ-спот еще на озере ледяных оков можно элементарий фармить но такое мне не очень понравилось мне кажется что все-таки шкурки как-то попрофит не снимать ну либо можно чередовать если то что тоже как бы нельзя очень много одного ресурса фармить то что тогда его перей сбыток будет на рынке и не будут нормально покупать вот поэтому как бы можно чередовать например шкурки либо озеро ледяных оков то есть там элементария огненные водяные и так далее ну в промежутках я в принципе в данжу хожу по что тоже мне как бы очень быстро надоедает одно и то же делать вот 177 гирскор скоро глядишь уже 180 будет там уже вы новые данжи откроются по идее вот 6 категория играю какой без доната ни копейки не платил ничего не покупал кстати там поставку бесплатную получить можно не забывайте я не помню за какой-то крест что ли давали там три или четыре бесплатные поставки вроде было вот но целом как то так по голде то есть я отвлекаюсь просто часто поэтому сложно сказать сколько именно ну не больше 2000 голды в час я думаю но опять же это зависит от того от силы персонажа на что у меня как бы ругал он особо полу и не фармит если воскресить маг то можно стать и фармить то есть каким-нибудь магом и конечно будете больше фармить чем я топ фарм это сейчас покажу я не помню как называется короче есть кожа которая стоили 150 голды стоит но она редко выпадает вот она арктический мех это топ лут то есть он где-то 150 голды стоит на ауке опять же это носируется x5 именно вроде сейчас даже дешевле чем 150 но так или иначе это самое дорогое что падает в принципе ну чтож как то так голда всем нужно для развития персонажей в целом для развития профессии так что вот запомнили этот спот в принципе тут покой звезд называется точка полета надеюсь кто-то тут что-то вы фармитесь кто-то более полезные споты более эффективные знает то тоже говорите об этом что ж как то так